Компактный Ситикэт тщательно прометает тротуары, очищая их от пыли и грязи. Для Звенигорода эта техника идеально подходит. В городе много пешеходных дорожек. Специально для их уборки подрядчик закупил три таких подметально-вакуумных машины. Этого количества должно хватить для поддержания чистоты и порядка. На Звенигородские дороги выходит тяжелая техника. С этим объемом работ справляются три поливомоечные КДМ-ки, комбинированные дорожные машины, три трактора с навесным подметальным оборудованием и один большой вакуумный пылесос для уборки при бордюрной части. После зимы проезжую часть обязательно моют с чистодором. Эту процедуру проводят регулярно, по два-три раза в неделю на протяжении всего летнего периода. Координирует процесс мастер Сергей Престижнюк. Он работает здесь почти год. Устроился сразу после армии. Основная моя задача – это организация работ и контроль ее проводить. То есть контролировать, выгонять технику на определенные улицы, которые сегодня запланированы. То есть по мытью, по уборке и также выставлять рабочих. Тоже на определенные участки, где сегодня запланированы работы. За каждым из 30 дорожных рабочих закреплены свои улицы. Одни вооружены щетками для прометания, другие – оборудованием для промывки остановочных павильонов. Их, кстати, в Звенигороде 34. Третьи – пульверизатором и валиками для покраски бордюров. После зимы традиционно мы восстанавливаем окраску, разметку бордюрного камня, разметку асфальтобетонных покрытий. Сейчас производится дефектовка, подготовка, собственно, и при наступлении положительных среднесуточных температур будем выходить, рисовать разметку и красить борд камень. Уборка всех участков проводится ежедневно. Начинается в 6.30 утра и повторяется по мере необходимости. Ведь главное, чтобы городские дороги и тротуары были чистыми и безопасными. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.